Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Бразов-Дружковский Глава шестая. Рассказ Егора. Доктор, у которого я квартировал, уехал на материк вскоре после увольнения от службы, и я поселился у одного молодого чиновника, очень хорошего человека. У него была только одна прислуга, старуха-хохлушка, каторжная, и изредка, раз в день, наведывался к нему каторжный Егор, дровотаск, который прислугу его не считался, но из уважения приносил дров, убирал помои на кухне и вообще исполнял обязанности, которые были не под силу старушки. Бывало, сидишь и читаешь или пишешь что-нибудь, и вдруг слышишь какой-то шорох и пыхтенье, и что-то тяжелое ворочится под столом около ног. Взглянешь, это Егор, босой, собирает под столом бумажки или вытирает пыль. Ему лет под сорок, и представляет он из себя человека неуклюжего, неповоротливо, как говорится, увольня, с простодушным, на первый взгляд глуповатым лицом и с широким, как у Налима, ртом. Он рыжий, бородка у него жидкая, глаза маленькие. На вопрос он сразу не отвечает, а сначала искоса посмотрит и спросит «Чего?» или «Кого ты?» Величает «Вашим высокоблагородием», но говорит «Ты». Он не может сидеть без работы ни одной минуты и находит ее всюду, куда бы ни пришел. Говорит с вами, а сам ищет глазами, нет ли чего убрать или починить. Он спит 2-3 часа в сутки, потому что ему некогда спать. В празднике он обыкновенно стоит где-нибудь на перекрестке, в пиджаке поверх красной рубахи, выпить вперед живот и расставив ноги. Это называется гулять. Здесь, на каторге, он сам построил себе избу. Делает ведра, столы, неуглюжие шкапы. Умеет делать всякую мебель, но только про себя, то есть для собственной надобности. Сам никогда не дрался и бит не бывал. Только когда-то в детстве отец высек его за то, что горох стерег и петуха впустил. Однажды у меня с ним происходил такой разговор. «За что тебя сюда прислали?» Спросил я. «Чего ты говоришь, ваше высокоблагородие?» «За что тебя прислали на Сахалин?» «За убийство». «Ты расскажи мне с самого начала, как было дело». Егор встал у косяка, заложил назад руки и начал. «Ходили мы к барину Владимиру Михайловичу. Рядились о дровах, о пилке и поставке на станцию. Хорошо. Порядились и пошли домой. Этот недалеко отошедший от села послал меня народ в контору с условием засвидетельствовать. Я был на лошади. По дороге к конторе Андрюха воротил меня. Был большой разлив, нельзя было проехать. «Завтра, — говорит, — я поеду в контору об земле своей, рендовой, и это условие засвидетельствую». «Ладно». Отсюда пошли мы вместе. Я на лошади, а компания пешком. Дошли мы до Парахина. Мужики зашли закуривать к каваку. Мы с Андрюхой сзади остались на тротуаре около трактира. Он и говорит, «Нет ли у тебя, братко, пяточка?» «Выпить, — говорит, — хот на». А я ему, «Да ты, брат, — говорю, — такой человек. Зайдешь выпить за пяточок, да тут и запьянничаешь». А он говорит, «Нет, не буду, выпью, да и пойду домой». Подошли к мужикам, заговорили на четверть, собрали на четверть. В кавак зашли, четверть водки купили. Сели за стол пить. «Ты покороче, — замечаю я. Постой, не перебивай, ваше высокоблагородие. Распили мы эту водку. Вот он, Андрюх, то есть, еще взял перцовки, сороковку. По стакану налил себе и мне. Мы по стакану вместе с ними выпили. Ну вот тут пошли весь народ домой из кавака, и мы с ним сзади пошли тоже. Меня переломило верхом-то ехать. Я слез и сел тут на бережку. Я песни пел да шутил. Разговора не было худого. Потом этого встали и пошли. «Ты расскажи мне про убийство», — перебивая я. «Постой!» Дома я лег и спал до утра, пока не разбудили. «Ступай, кто из вас побил Андрея?» Тут уж и Андрея привезли, и урядник приехал. Урядник стал допрашивать нас всех. Никто мы не признаемся к этому делу. Андрей еще живой был и говорит, «Ты, Сергуха, ударил меня с тягом, а больше я ничего не помню». Сергуха не признается. «Мы все таки думали, что Сергуха, и начали глядеть за ним, чтоб не сделал себе чего». Через сутки Андрей помер. «Сергея и подучи там свои, сестра да тесть. Ты, Сергей, не отпирайся. Тебе все равно. Признавайся, да подтягивай, кого ближе захватил. Тебе в легота будет». Как только что помер Андрей, мы весь народ и собрались к старости, и Сергея оповестили. Сергея допрашиваем, а он не признается. Потом пустили его к себе ночевать в свой дом. Некоторые его здесь стерегли. Не сделал бы себе чего. У него тут ружьишко было. Опасно. По утру хватились. Его нет. Тут соскопили у него обыск делать. И по деревне искали, и в поле бегали. Искали его. Потом уж пришли из Стану и объявили, что Сергей уже там. Тут нас начали забирать. А Сергей, знаешь, прямо к Становому, да курятнику, на коленке стал и говорит на нас, что Ефремовы дети уже года три нанимали побить Андрюху. Дорогой, говорит, шли мы втроем. Иван, да Егор, да я изговорились вместе побить. Я, говорит, корчевочкой ударил Андрюху. А Иван, да Егор схватились бить его, а я испужался, да назад, говорит, побежал за задними мужиками. Потом нас, Ивана, Киршу, меня и Сергея забрали в тюрьму, в город. А кто такие Иван и Кирша? Братья мои родные. В тюрьму пришел купец Петр Михайлович и взял нас на поруки. И были на поруках у него до покрова. Жили мы хорошо, сохранно. На другой день покрова нас судили в городе. У Кирши были свидетели. Задние мужики выправили. А меня так, брат, и влопало. Я на суде говорил то, что тебе вот сказываю, как есть. А суд не верит. Тут все так говорят и глаза крестят, а все неправда. Ну, осудили, да вострог. Востроге жил под замком. Но только был я поражечником. Подметал камеры и обед подносил. Ну, давали мне за это каждый по пайку хлеба в месяц. Фунта три будет с человека. Как заслышали выход, телеграмму домой послали. Перед Николой было дело. Женка и брат Кирша приехали нас проведать. И кое-чего тут привезли из платья. Да еще кое-чего. Женка плакала, выла, да ничего не поделаешь. Как поехала, я и туда-домой два пайка хлеба отдал в гостинцы. Поплакали. Поклон послали детям и всем крещеным. Дорогой мы были скованы нарушнями. По два человека шли. Я шел с Иваном. В Новгороде с нас карточки снимали. Тут заковали нас и головы брили. Потом в Москву погнали. В Москве, когда сидели, на помилование прошения посылали. Как ехал в Одессу, не помню. Хорошо ехал. В Одессе нас спрашивали в докторской. Скидывали одежу, все оглядывали. Потом собрали нас и погнали на пароход. Тут казаки и солдаты нас рядом били по ступенькам и посадили нас внутро. Сидим на нарах, да и все. Всяк на свое место. На верхней наре пять человек нас сидело. Сперва мы не понимали, а потом говорят, поехали, поехали. Ехали, ехали, а потом начало качать. Жар такой, голые стояли народ. Кто блевал, а другой ничего. Тут, конечно, больше лежали. А шторм гораст был. Во все стороны кидало. Ехали, ехали. Потом и наехали. Нас так и толкануло. День туманливый. Сталось темно. Как толкануло и установилось, качается наш на скалах. Думали, что рыбина это качает под низом. Ворочает пароход. Примечание Чехова. Речь идет о крушении Костромы у западного берега Сахалина в 1886 году. Наперед дергали, дергали, не сдернут. Назад начали дергать. Назад стали дергать. Посередке проломилось снизу. Начали парусом дыру затягивать. Затягивали, затягивали. Ничего способу нет. Вода накопилась до самого пола, где народ сидит. И стала под народ выходить. Вода на пол. Народ просит. Не дайте погибнуть, ваше благородие. И он сперва. Не ломитесь, не прозитесь, не дам погибнуть, ничего. Потом стало накопляться под нижние нары. Крещеные стали проситься да ломиться. Барин говорит. Ну, ребята, выпущу вас только, чтобы не бунтовать, а нет, всех перестреляю. Потом выпустил. Сделали богомоление, чтобы Господь усмирил, не погибнуть бы. Молились на коленках. После богомоления выдавали нам галеты, сахар. И море засмирилось. На другой день стали вывозить народ на баржах на берег. На берегу было богомоление. Потом нас перегрузили на другое судно, турецкое. И привезли сюда, в Александровск. Примечание Чехова. Это был пароход добровольного флота Владивосток. Сняли нас засветло на пристань. Да тут долго нас продержали. И отправились мы с пристани уже в потюмушках. Крещеные так плетнем и шли. А тут еще навалилась куриная слепота. Друг за дружку держатся. Кто видит, а кто и нет. Вот и цеплялись. И я за собой десяток крещеных вел. Пригнали в тюрьму, на двор. И стали разбирать по казармам, кого куда. Ужинали перед сном, что было у кого. А утром нам начали выдавать, что следует. Два дня отдыхали. На третий в баню. А на четвертый работать погнали. Первонаперво копали канавы под здание, где лазарет теперь. Корчевали, обирали, копали и все прочее. Это неделю или две. А может и с месяц. Потом мы возили бревна из-под Михайловки. Таском тащили версты за три и в груды у моста сваливали. Потом на огород погнали ямы для воды копать. А как наступил сенокос, стали собирать крещеных. Спрашивают, кто косить умеет. Ну, кто признавался, того и писали. А выдали нам на всю артель хлеб, крупу, мясо. И погнали с надзирателем на сенокос в Армуданы. Жил я ничего, бог здоровья давал. И косил я хорошо. Других надзиратель колотил, а я дурного слова не слыхивал. Ну, рудается только народ. Зачем бойко идешь? Ну, да ничего. В свободное время или когда дождь, я оплел себе ступни. Люди спать с работы, а я сижу до плиту. Ступни продавал. Две порции говядины за ступни. А этот четыре копейки стоит. Сенокос, выставивши, пошли домой. Домой пришли и сняли нас в тюрьму. Потом взяли меня к поселенцу Сашки на Михайловку в работнике. У Сашки я делал все по крестьянской работе. Жал, убирал, молотил, картошку копал. А Сашка за меня козну бревна возил. Ели все свое, что получали из козны. Отработал я два месяца и четыре дня. Обещал Сашка денег, да не дал ничего. Только и дал, что пут картошки. Привез меня Сашка в тюрьму и сдал. Выдали мне топор и веревку, дрова таскать. Семь печей отоплял. Я в юрте жил, за комарщика воду носил и подметал. У татарина Макзы майдан старожил. Как приду с работы, мне он свой майдан уверял, я продавал. А он мне за это 15 копеек в сутки платил. Весной, когда дни стали подольше, я стал плесть лапти. Брал по 10 копеек. А летом рекой дрова гонял. Накопил я их кучу большую и потом этого продал жиду-банчику. Накопил я также лесу 60 дерев и продал по 15 копеек. Вот и живу помаленьку, как Бог дает. А только, ваше высокоблагородие, разговаривать мне с тобой некогда. Надо по воду идти. В поселенцы скоро выйдешь? Лет через пять. Скучаешь по дому? Нет. Одного только. Детей жалко. Глупы. Скажи, Егор, о чем ты думал, когда тебя в Одессе на пароход вели? Бога молил. О чем? Чтоб детям ума разума послал. А чего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин? Потому что им и дома хорошо. Год.